Доброе утро, друзья! У микрофона Арина Ефимова. Сегодня в нашем телеграм-канале Балтик Плюс проводится опрос, а что бы десятилетний вы сказали нынешнему себе? Я предлагаю сейчас заглянуть немного не в прошлое, а в будущее. А в студии Балтик Плюс сегодня Екатерина Ульянова, астролог. Екатерина, доброе утро! Здравствуйте! Но есть такое мнение, что в последнее время к астрологам начали обращаться даже скептики. Это правда? Стала ли она более востребована и популярна? Сейчас просто бум астрологии, психологии, тара. Люди, наверное, хотят быть увереннее в своём будущем, где-то постелить соломку. И вот эти эзотерические знания дают такую возможность. Мне кажется, из-за того, что сегодня, можно сказать, очень расплодилось много астрологов, психологов, люди к этому относятся многие, ну, очень-очень скептически. Наверное, потому что найти профессионала своего дела тяжело. Тут зависит от человека. Мужчины чаще всего относятся скептически. Взрослые люди скептически. У них ещё такое воспитание, когда они надеются больше на себя, на правительство. А молодые люди, им интересно, они во всё верят, они открытые. И если брать клиентов у астрологов, у тарологов, это в основном молодые девушки. Ну, мы сегодня тему астрологии затронем, а там уже каждый хочет, верит, хочет, не верит. В любом случае, увлекательная беседа, да? Почему бы нет? Скажите, в целом, какие тенденции ожидаются в 2024 году? Можно посмотреть движения планет, допустим, как они переходят из одного знака в другой. Самое такое значимое событие — это переход Плутона из Козерога в Адолея. И можно предположить, что Плутон — это же у нас планета, с одной стороны, зловредник, планета, отвечающая за власть, причём за её какие-то тёмные стороны. А Козерог — это у нас консерватор, а Водолей — напротив. И, может быть, какие-то будут послабления во власти, какие-то прогрессивные течения. Но на отдельно взятом человеке это мало отразится. Тут надо смотреть, на мой взгляд, больше не на глобальные изменения, а на то, как вот эти энергии могут отразиться на конкретно мне, либо каком-то другом человеке. Но зачастую вот людей интересуют, будут ли какие-то природные катаклизмы или не вернётся ли пандемия. Прогнозировать с точки зрения психологии катаклизмы достаточно сложно. Можно посмотреть, допустим, в какой период будет ретроградить Марс и сделать вывод о том, что, возможно, в этот момент будут обострения военных спецопераций, либо каких-то катаклизм глобальных. Ну что у нас Марс? Марс — это огонь, это, возможно, извержение вулканов. Но не факт, что это проиграется так. Скажите, ежедневные гороскопы — это правда? Можно ли ориентироваться на них? Ну я бы не хотела раскрывать и полностью у людей отбивать веру в гороскопы. Ну я бы сказала, что это такая коммерческая составляющая. Ну то есть сильно на них полагаться не стоит? Как говорится, звёзды предполагают, располагает всё-таки человек. Надо ориентироваться в первую очередь на себя, на свои силы, но брать во внимание те движения, которые происходят у нас на небе, всё-таки стоит. Совсем скоро будем встречать Новый год. Всегда есть такая традиция, говорят, что если встретить в определённом цвете Новый год, весь год будет вести, или если на стол поставить какое-то угощение для символа года, тоже повезёт. Что астрология про это думает и говорит? Ну если мы возьмём сейчас, что у нас пишут, что 2024 год будет годом зелёного деревянного дракона. И раз это зелёный дракон, то необходимо надевать на себя одежду зелёного цвета. Многие, допустим, магазины одежды на этом пытаются, стараются заработать, и продвигая зелёные наряды. Но надо понимать, что китайский зелёный дракон вступит в свои права в феврале. И к 31 декабря это абсолютно не имеет никакого отношения. Это опять же такой коммерческий ход. То есть относиться к этому серьёзно не стоит. Если, конечно, хочется, можно встретить зелёным, но необязательно к этому всерьёз не относиться. Если мы возьмём именно китайскую астрологию, то тут и зелёный, и красный цвет. Красный цвет — это must-have у китайцев. Это самый нарядный, яркий цвет, который идёт для празднования любого года. Но опять же, это у нас про февраль. Есть ли какие-то знаки зодиака, которым особенно повезёт в 2024 году? Когда мы говорим про знак зодиака, мы имеем в виду, что Солнце в момент рождения человека находилось в определённом знаке зодиака. Но помимо Солнца у нас ещё есть Луна, которая оказывает огромное влияние на человека, больше всего на его подсознание, и также такая точка, как асцендент. И не всегда вот эти Луна и асцендент соответствуют Солнечному знаку, и могут быть противоречия. И говорить о том, что, допустим, повезёт ракам, я рак, хотелось бы в это верить, мы не можем. Это зависит от настроек конкретного человека. В студии «Балтик Плюс» астролог Екатерина Ульянова. Екатерина, ну давайте какие-то общие тенденции по каждому знаку зодиака на 2024 год. Хотелось бы мне сказать о том, что можно одну двенадцатую всего населения сказать, что вот именно у вас будут такие-то важные события, свадьбы, переезды. Но я удивлюсь, если астролог профессиональный открыто заявит об этом, потому что спрогнозировать, что вот именно у этого знака будут такие-то события в жизни в 2024 году, нереально. Ну понятно, что много планет влияют на нашу жизнь, не только Солнце, не только главный знак зодиака, но всё же. Давайте вот мы посмотрим на примере Овна. У Овнов у нас день рождения, ну, грубо говоря, там март-апрель. Мы знаем, что перед днём рождения, там за 10 дней, за 2 недели, у каждого человека идёт ослабление жизненных сил. Именно на этот период приходится больше всего смерти и несчастных случаев. И если мы возьмём вот у каждого знака зодиака, даже каждый человек сам про себя подумает. И перед днём рождения, вот мой совет астрологический, не планировать важных дел. Дать себе после дня рождения дней 12 на то, чтобы прийти в себя, разогнаться, жизненные силы заново получать. Вот первый месяц набраться сил, здоровья, заявлять о себе. Следующий месяц у нас идёт проживание денежного дома. Хорошо, если в этот период удастся поработать. И лучше заработать деньги. Ну и вот так вот каждый месяц года, каждый знак зодиака проживает, исходя из своих личных ритмов. И планирует свою жизнь. Но есть моменты, которые влияют на каждого. Ну, допустим, распиаренный сейчас, это ретро-Меркурий, который также будет ретроградить и в 2024 году. А действительно ли он так влияет на людей? Потому что сейчас, да, принято, ой, это ретроградный Меркурий, поэтому всё валится из рук. Да, он оказывает влияние. Но мы не можем все наши тупости списывать исключительно на него. Это, конечно, очень удобно, но это не всегда так. Нам ретро-Меркурий для чего нужен? Для того, чтобы посмотреть на свои ошибки, сделать выводы. И вот благодаря такому промежуточному варианту проработать и дальше двигаться более результативно. Часто ли он будет в следующем году? Специально я выписала. Ну, сейчас ретро-Меркурий у нас в активной фазе, и он будет до 2 января. Что мы сейчас наблюдаем? Ну, как и всегда, аварии у нас есть, пробки в городе тоже имеются. Какие-то несостыковки в планах, они, как всегда, были. Может быть, сейчас у кого-то побольше. В данной ситуации надо перепроверять себя, перепроверять других. И сейчас перед Новым годом всегда какие-то накладки. Это нормально. Надо относиться к этому с пониманием. Дальше у нас он будет ретроградить в апреле, потом в августе. Но что радует, на 2024 год у нас не будет ретроградить Венера. А Венера — это планета любви, удовольствия, красоты. И в 2023 она ретроградила в сентябре. И вот именно в этот период, а не в периоды ретро-Меркурия, можно ждать возвращения бывших партнеров. Либо в имеющихся отношениях могут всплывать старые обиды. Но в 2024 году этого не будет. Будет ретроградить Марс. И такое пожелание, когда ретроградит Марс, не стоит планировать операции. Потому что может быть повышенное кровоизлияние, кровопотери. Но это не значит, что в периоды ретро-Марса это у нас будет... Сейчас мы скажем. Но это будет у нас не скоро. Через год, в конце 2024 года. И до февраля 2025, ну, допустим, если у человека случается острый аппендицит, он не будет говорить, что, знаете, сейчас ретроградит Марс, давайте-ка мы перенесём это на месяц. Поэтому ко всему надо относиться с головой. Совсем скоро на наступит новогодняя ночь. То время, когда даже взрослые люди начинают верить в чудо и загадывают желания. А вот с точки зрения астрологии, есть ли какие-то даты определённые, когда если загадать желание, оно точно, ну, вероятнее всего сбудется или быстрее всего? Практика загадывать желания в новогоднюю ночь прекрасна. Ну, мы помним, что были в России периоды, когда Новый год праздновался в сентябре, и загадывали желания тогда. Сейчас это делают в январе. Ну, в ночь. 31 на 1 января. С точки зрения астрологии это не совсем верно. Есть такое понятие, как точки колеса года. Они соотносятся именно с астрономическими явлениями. Это две точки, когда продолжительность дня равна продолжительности ночи. Это весенние и осенние дни равноденствия. И также, вот что у нас сейчас будет, это зимнее солнцестояние. Это дата, когда будет самая длинная ночь в году. И именно вот этот переход в точки зимнего солнцестояния является энергетически сильным. И в это время надо загадывать желание. Желательно. Ну, что у нас сейчас модно? Это составлять карты желаний. Девушки этим увлекаются. Будет это у нас в ночь с четверга на пятницу. Вернее, даже рано утром, в 6 утра, по-моему, в пятницу будет день зимнего солнцестояния. А какое это число? А что у нас? 21-22, по-моему. А то есть это уже на этой неделе? Эта неделя, да. И надо подготовиться к этому дню. И этот год благоприятен, потому что у нас и луна растущая будет, и эта точка года приходится на растущую луну. То есть все указания на то, что желания, загаданные в этот период, будут сбываться. А вы сами как желание загадываете, что можно написать, также съесть в шампанское, быстренько вылить? Ну, рано утром пить шампанское, наверное, не очень продуктивно. Самое лучшее это, да, прописывание желаний. Лучше прописать несколько желаний. Все рекомендуют их прописывать в положительном ключе, не так, что я хочу избавиться от чего-то, а напротив, то, что я хочу приобрести в результате своего желания. Ну да, не использовать частички, не насколько я знаю. Да, и хорошо, если это желание направлено на себя лично, а не на нашего, допустим, любимого человека. Пусть он вернется, пусть он все простит, а на то, чтобы вот у меня в личной жизни, допустим, было все гладко, стабильно и хорошо. Скажите, а как ваш путь в астрологии начался? Дело случая. Училась на психолога, потом на коуча, и как раз на курсе коучинга познакомилась с астрологом. Это был 2016 год, тогда это не было так популярно. Было много страхов, потому что как-то, как мы все люди, многие люди православные, а это воспринималось как грех. Было сложно, но интересно. Сегодня, как вы думаете, вообще, сколько нужно человеку учиться на астролога? Есть же всякие курсы, там, стань экспертом за две недели. Астрологию можно изучать всю жизнь. Какие-то базовые знания можно приобрести, мне кажется, месяца за три. Я училась год. Первое, вот именно первое базовое, но и продолжаю учиться, потому что там очень много разных обследений. И хорошо, если астролог выберет одно какое-то направление, допустим, астрология отношений, и в этом направлении специализируется, совершенствуется. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Может быть, у вас есть какие-то пожелания нашим радиослушателям перед Новым годом, он совсем уже скоро? Конечно, пожелания. Пожелания в том, что мы же всегда откладываем жизнь на какой-то... на потом. Думаем, что она у нас длинная, никогда не закончится, и важные моменты... Ну, потом, вот сейчас дети вырастут, сейчас вот столько-то денег заработаю, а жизнь, она идёт прямо сейчас. И надо ставить цели смелые, двигаться к ним, не бояться, беречь близких и себя, и здоровье. Но это самые такие житейские пожелания, даже не астрологические, а человеческие. Спасибо вам большое за интересную информацию. В студии «Балтик Плюс» была Екатерина Ульянова, астролог. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.